приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы поделимся с вами порция актуальной информации касательно 13 сентября 2021 года поговорим о том какой сегодня праздник что сегодня нельзя делать по народным приметам и по лунному календарю также обращаю ваше внимание досмотрите до конца мы поговорим об обряде которую вы можете провести именно 13 сентября чтобы вам не от завидовали и обязательно проведите практику сегодня для очищения эту практику мы с вами будем проводить с помощью свечи поэтому досмотрите это видео до конца много будет полезной важной и нужной информации на 13 сентября обязательно подпишитесь на канал эзотерика для тебя и поделитесь этим видео с теми кому вы знаете что это видео и эта информация будет полезна и важно и как всегда по традиции мы с вами начинаем с народного календаря на 13 сентября 2021 года и так 13 сентября сегодня у нас это день куприяна по-другому это журавлиная вечи или куприян а вот согласно церковному календарю верующие в этот в этот день вспоминают священномученика киприяна карфагенского народе 13 сентября по традиции календаря народного отмечают журавлиная вечи названная по так потому что сегодня по поверью журавли выбирают себе вожака и определяют путь своего перелета крестьяне в день куприяна занимались уборкой картофеля свеклы моркови и других поздних овощных культур единственное что сегодня не трогали это репу поскольку не пришло еще ее время к 13 сентября созревает клюква которая растет на болотах местах довольно опасных так как вы можете угодить в трясину к тому же боялись наши предки и заблудиться в лесу оказаться добычей диких зверей или попасть в немилость лешего поэтому и было принято перед тем как собирать клюкву читать определенные молитвы и брать разные обереги однако считалось в народе что все эти беды не могут случиться с теми кто родился 13 сентября люди верили что они могут быстро отыскать место где много клюквы и при этом не заблудиться женщины из собранных сегодня ягод готовили пирожки и кисель которыми угощали не только своих родных и близких но и проходящих мимо путников также варили и клюквенное варенье по народному поверью нельзя сегодня было собирать недозревшие ягоды ходить по клюкву до 13 сентября было даже народная примета что если это сделает молодая девушка то она может остаться навсегда бесплодной если же холостой парень то он может лишиться рассудка а вот старик накликает на себя проблемы всем остальным сбор клюквы раньше времени не предвещал ничего хорошего только бедность болезни и множество неприятностей считалось что тот кто прежде срока ягоды срывает тот темным силам угождает на куприяна был обычай болото бросать свои болезни перед тем как это сделать носили вещь покрывающую больное место место это мог быть платок при мигрене пояс при ревматизме и нужно было не снимать три дня 3 на 13 сентября несли это к болоту кидали туда и ждали когда вещь засосет в трясину уходили не оглядываясь существовало и у наших предков еще одно поверье если в день куприяна зашить 5 ягод клюквы в небольшой синий мешочек и положить это в карман то удача всегда рядом будет рожденный в этот день обладает большой выдержкой и железным терпением имени не годыня согласно поверью знает дорогу по болоту журавли нам увечья им следует носить обязательно лазурит издавна на руси была известна всем запрещающая примета что именно 13 сентября в день куприяна старикам и деткам нельзя было ходить в лес и на болото согласно поверьям в этот день там болотные духи занимаются пересчетом костей тех кого смогли затянуть в трясину летом когда же нечисть не досчитывается нужного количества то начинает хватать тех кто не оказывает сопротивления а это слабых детей и пожилых людей потому и не ходили дети и старики в лес на куприяна также 13 сентября нельзя отправляться в путешествие поскольку в пути могут случиться неприятности поломка транспорта аварийные ситуации или проблемы денежного характера и многое другое что может заставить серьезно понервничать нельзя в куприяна в день заниматься пересаживанием и посадкой цветов они просто не будут расти также не рекомендуется 13 сентября проводить торжественные мероприятия свадьбы юбилеи дни рождения и кристины тот кто ослушается этого запрета в будущем станет печалиться нельзя в день куприяна и работать спустя рукава начатую сегодня работу нужно обязательно доделать притом качественно и эффективно и же если же отнестись к делу халатно то можно заработать множество болезней и неприятностей по народным приметам 13 сентября нельзя брать подарки от мало знакомых людей с ними они могут передать свои болезни горести и проблемы личного характера поэтому лучше вежливо отказаться от такого подарка и ни в коем случае не прикасаться к нему также до полудня 13 сентября запрещено ходить за клюквой если ослушается девушка этого запрета то на всю жизнь останется бесплодной нарушит запрет парень лишиться рассудка ну а если семейная пара то значит скоро расстанется поэтому желающим насобирать эти ягоды нужно отправляться в лес во второй половине дня и идти обязательно соблюдая тишину разрешается только негромкий разговор иначе вся клюква будет мелкой и прелой именно сегодня 13 сентября проводили обряд чтобы перестали завидовать для этого в любое время 13 сентября оторвите от одежды нитку пуговицу или небольшой кусочек ткани и начитайте так и следующие слова к тебе зависть злющая липла тело не тронула душа моя чиста не погубит ее злость завистника аминь после нужно бросить эту вещичку в костер если у вас нет костра мы живете частном доме в таком случае возьмите от спички разведите костер а именно от спичка пусть загорится и с бумажечкой и пусть сгорит то ли это ниточка будет то ли маленький кусочек материи далее нужно и друзья обязательно соблюдайте правила пожарной безопасности далее нужно помолиться и трижды поклониться и далее скажите пламя защите зависть сгори выпить обязательно три глотка святой воды нет святой воды возьмите эту водичку которую вы пьете но обязательно нужно сделать три глоточка после проведенного ритуала из дома ничего никому не давать на протяжении трех дней иначе желаемого результата просто не будет далее друзья у нас с вами лунный календарь на 13 сентября 2021 года это у нас с вами будут 7 и 8 лунные сутки первая четверть растущая луна в знаке зодиака стрелец активность и инициативность сегодня многим людям помогут добиться расположение фортуны произвести впечатление на людей и даже вы сможете при правильном понимании ситуации завоевать популярность в своем коллективе также сегодня прекрасное время для того чтобы помириться со своими родственниками друзьями или старыми добрыми приятелями день удачный для всех кто борется именно за справедливость и дру обязательно друзья обращайте ваше внимание на то что именно сегодня 13 сентября день очищения день очищения при помощи огня это значит мы можем делать очищение практики ритуалы с помощью свечи сегодня все старые обиды негатив переживания можно и нужно сжечь в пламени свечи есть камин пожалуйста огонь отлично но но друзья перед этим написав на бумаге то от чего вы бы хотели вам бы хотелось избавиться написали на листке чистый листок бумаги без каких линеечек клеточек помарок и так далее написали я избавляюсь истинно от того-то и того-то истина и сжигаем если вы хотите просто сегодня помедитировать снять напряжение тогда именно выберите свечу цвета пламени красную или темно-оранжевую если вы хотите избавиться от каких-то прошлых обид то используйте темно-синюю свечу потому что именно такая свеча она вас прекрасно уравновешивать будет для удаления конфликта между двумя людьми зажгите сегодня голубую свечу а вот для возрождения романтики в отношениях вам понадобится розовая свеча для предания отношениям страстности красную свечу если вам нужно добиться финансового успеха благополучия изобилия зажгите именно золотистую свечу но именно 13 сентября этот день не подходит для серебряных свечей ни в коем случае сегодня их не зажигайте обращаем ваше внимание что сегодня происходит трансформации на физическом и энергетическом уровнях ментальная энергия достаточно сильно у многих людей с одной стороны сегодня физически этот день несколько пассивный почему потому что энергетики много но она направлена внутрь также если вы хотите что-то сегодня замедлить то ни в коем случае этого не делайте старайтесь сегодня быть активным проявлять инициативу трансформировать себя и перенаправлять потоки энергетики на на созидание обращаем на это ваше пристальное внимание лова так как можно сказали что луна находится в знаке зодиака стрелец а значит это время будет благоприятствовать решению любых юридических проблем началу судебного распирательства подачи заявлений а также начала сотрудничества с зарубежными фирмами и компаниями будет достаточно легко все проходить начинает заключение контракта и оплат и оказания услуг неподходящее время сегодня для строительства земляных работ и занятий связанных именно с обработкой камня 13 сентября наиболее благоприятное время по лунному календарю для разного рода начинание любое дело реализация которого начата с ростом луны приобретает дополнительный импульс и толчок и дается дополнительная созидательная энергетика для развития медицинском плане влияние роста лунного диска немножко будет негативно так как скорость заживления поврежденной тканей замедляется это может привести и к некоторым осложнениям обращаю ваше внимание что в понедельник этим днем управляет у нас луна и этот день не потому тяжелый но дело в том что в именно мы были на выходных и в этот день именно в понедельник нас захлестывают эмоции поэтому удачи чередуются с неудачами а успехи в этот день с поражениями все становится в этот день ненадежным и относительным поэтому будьте осторожны и пожалуйста в понедельник старайтесь полагаться сегодня именно 13 сентября на свою интуицию для того чтобы сделать правильный выбор деловые договоренности будьте дел договоренности если вы подписываете контракты перед тем как подписать где вы знаете что у вас все в порядке прочитайте все пункты вашего контракта потому что могут быть какие-то определенные нюансы друзья вот такой у нас с вами день 13 сентября как вы видите в основном он достаточно положительный и хорошо влияет на человека у нас растущая луна соответственно мы наполняемся энергией у нас много этой энергии и мы готовы творить и делать поэтому старайтесь вот эту созидательную энергию направлять в нужное русло с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья подписывайтесь на наш канал ставьте лайк этому видео сейчас прямо на экране вы видите два прямоугольных видео это следующие рекомендуемые видео для вас переходите и смотрите там много полезного и важного для вас приятного просмотра